Итак, здорово, здорово, ребят, здорово, твичовские, здорово, ютуберские. Как обычно, где-то спустя сутки эта запись появится на ютуб-канале, поэтому рад видеть тех, кто все это смотрит в записи. Вас, кстати, довольно много, это довольно для меня удивительно, учитывая, что, ну, запись, она идет очень поздно, фактически матч заканчивается в воскресенье вечером, то есть запись эту вы увидите утром во вторник. Я лично думал, что к утру вторника сильно интерес к обсуждению матчей пропадает. Ну, то есть, казалось мне, что самое вот такое вот ажиотажное время, когда людям интересно слушать про футбол, это примерно сутки после матча, и я думал, что на ютубе просмотров будет мало. Но, как ни странно, оказывается то, что у меня сначала на твиче идут просмотры, и здесь я собираю там тысячу-полторы, а потом еще на ютуб закидываю, и там еще добиваю две с половиной-три тысячи. По сути, никакой просадки на ютубе-то и не получается. В общем, довольно забавно. Напоминаю, что пока я сижу на твиче, но вполне возможно, что уже с сентября верну стримы одновременно на ютуб, на твич, и будем жить под тем же самым правилом, по которым мы жили все это время. Ну, а пока, пока локомотив «Зенит». Всю неделю, всю неделю было очень много панических настроений относительно локомотива, у которого, кроме дисквалификации Баринова, очень важный для локомотива футболист. Еще и потерялись Мурила и Смолов. Смолова долго не было на фотографиях, и было, мы помним, то, что в матче Суфу и Смолов получил повреждения и не доиграл матч до конца. Его где-то в середине второго тайма заменили, а повреждения он получил еще в середине первого тайма, и играл, на самом деле, очень плохо после того, как это повреждение получил. В какой-то момент Мурила... Про Мурила говорили о том, что он готовится к матчу с «Зенитом», именно вот перед Уфой. Написали о том, что в матче с Уфой Мурила участие не примет, он готовится к матчу с «Зенитом». И в какой-то момент выпустили промо-ролик с участием Мурила, где он такой, надо дать сдачи и все такое. Ну, казалось то, что участие Мурила в этой игре неминуемо, но все предматчевые фотографии, видео с тренировок, сторисы, а также донесения разведчиков, потому что вчера игрался полуфинал женского кубка по футболу, и одновременно с этим на запасном поле тренировался «Локомотив», и люди, которые пришли на кубок по женскому футболу, сказали то, что Мурила они не наблюдают на этой тренировке. Смолов есть, Мурила нету. Поэтому в какой-то момент стало абсолютно понятно, что единственное, вообще единственное построение, которое у нас осталось в центре поля, это Пабло и Едвай, центральные защитники, и Куликов, Макеев, центральные полузащитники. Мы отказались от ромба. К счастью, я не устаю благодарить Никольевича за это. «Зенит» очень легко наш ромб проходил, и два предыдущих матча, которые закончились с отсчетом 6-1 и 3-0 соответственно, они, в общем-то, оба матча проходили по одному и тому же сценарию. «Локомотив» и «Зенит» играли более-менее на равных, но в какой-то момент оказывалось то, что у «Локомотива» в середине поля огромнейшая дыра, и «Зенит» накрывает наших футболистов, и получает возможность для разящей атаки. После этого комфортная совершенно игра для «Зенита», потому что «Локомотив» атакует, «Зенит» контратакует, а «Зенит» совершенно потрясающая контратакующая команда, особенно если в ее составе есть такие футболисты, как «Малком». «Малком» и «Азмун», конечно, два самых, наверное, бегущих и техничных футболиста на данный момент в российской премьер-лиге. Наконец-то Николич уходит от схемы с одним-единственным якорным опорником и дает нам два центральных полузащитника, это Куликов и Макеев. Макеев проводит вообще потрясающий матч, Куликов проводит средней хорошести матч, но, к сожалению, Куликов не дает того, чего мы все от него ждем. Это креатива, это передача в последнюю зону, в финальную треть поля. К сожалению, с этим у Куликова очень часто проблемы, и если в игре с «ЦСКА» он был хорош в этом плане, то в матче с «Зенитом», в матче с «Уфой» он снова ни то, ни сё, и это довольно грустно по отношению к Куликову. Но, если в вот этом блоке никаких сюрпризов не было и быть не могло, Николич делает сюрпризы в других позициях и весьма-весьма этим удивляет. Например, позицию правого защитника занимает Дмитрий Живоглядов, и весь матч, что я смотрел, я задавался вопросом, а зачем на позиции правого защитника играет Дмитрий Живоглядов? Он не подключается вперед. В какой-то момент игроки «Локомотива» просто стали игнорировать Дмитрия Живоглядова, потому что это бесполезно. Ты даешь мяч Дмитрию Живоглядову, он либо навешивает за ворота, либо делает какую-то передачу назад, в лучшем случае, для того, чтобы сохранить мяч, либо просто внизу куда-то, абы куда. Да, была потрясающая атака, разрезающая, с пасом Рефата Жималединова между двумя защитниками. Вбегает Дмитрий Живоглядов в штрафную, и вместо нормальной передачи на как минимум двоих адресатов, он почему-то в падении катит куда-то назад, что очень легко закрылось зенитом. И таких ситуаций очень много с Дмитрием Живоглядовым. Ну, а в обороне тоже, если и проходили какие-то передачи слева, то, ну, точнее, если переходили какие-то передачи, кроме как из центральной зоны, то это в основном зона именно Дмитрия Живоглядова. Слева ни при Текнезяне, ни при Рыбусе, в общем-то, ничего не было. А вот справа, к сожалению, ну, не могу сказать, что мне было надежно за наш правый фланг. Помните, Ерохин, например, бил головой, когда Гильерме потащил, судья еще от ворот назначил. Ну, вот, ну, очень много ситуаций, в которых Живоглядова обыгрывали. Я не понимал, я вообще не понимал эту историю. У нас есть Сирьянов, у нас есть Рыбчинский. Рыбчинский, который начинал в запасе, почему именно Живоглядов вышел. Ну, странная история. Я бы хотел, конечно, чтобы Николич на нее ответил, объяснил свою позицию. Но для того, чтобы Николич ответил на вопрос, почему Живоглядов, а не Рыбчинский, нужно, чтобы этот вопрос кто-то задал. А я так понимаю, задавать вопрос, это не про современную российскую спортивную журналистику. Другие сюрпризы касались линии атаки. Нам говорили о том, что Ложе Прессы, и замечательный Феликс Загребной рассказывал о том, что Смолов не готовится, и поэтому у нас на флангах играют Рифат Жамалединов и Антон Миранчук. По факту Рифат играл действительно справа. Слева место занял Камано. И два нападающих, это Зелуиш и Федор Смолов, который все-таки был готов. И, ну, очевидно, для Николича Федор Смолов – это одна из ключевых фигур. И если он может играть в футбол, он будет играть в футбол. Для меня есть большие вопросы по участию Федора Смолова в матчах Локомотива, по неучастию Лисаковича, который вот в прошлом матче, например, нас спас, когда забил ответный гол с Уфой, спас нас в матче с Тульским Арсеналом, когда заработал красную карточку. В общем и целом Лисакович проводит неплохие матчи, и, как и год назад, я постоянно задаюсь вопросом, а почему у нас Лисакович не играет? Почему? Виталий – прекрасный игрок. Виталий делает хорошие вещи в атаке, он постоянно нагнетает, он может прессинговать. И, ну, откровенно, да, вот откровенно говоря, в концовке матча Зелуиш уже еле дышал, он еле ходил по полю, он ничего полезного не делал уже, ну, наверное, минут 20-30 к тому моменту. Но он оставался на поле, и в итоге мы довели до того, что на 85-й минуте мы получаем пенальти в наши ворота, потому что у нас два дохлых нападающих – Смолов и Зелуиш. Не тот не способен как-то запрессинговать, как-то отобрать мяч, ни второй. Лисакович стоял на бровке и смотрел на то, как проходит одна-единственная атака у Зенита. Ну, атак было больше, но на 86-й минуте очень простая атака, проходит через центр и зарабатывается пенальти. Я не говорю о том, что если бы вышел Лисакович, этого пенальти бы не было. Да, это, ну, странная история. Но сама по себе идея того, что у нас есть нормальный нападающий Лисакович, да, ну, как нормальный? На уровне нынешнего локомотива. Но при этом до 85-й минуты играет и Смолов, и Зелуиш, которые не такой уж хороший матч проводили, ни один, ни второй. У меня есть к этому вопросы, у меня есть непонимание таких вот историй. Очень жалко. Зато выходил Антон Миранчук, и мы в очередной раз, мне кажется, убедились в том, что Антон Миранчук не является лидером локомотива в нынешний момент. Никоим образом Антона Миранчука к лидерам локомотива причислить невозможно. Четыре матча прошло, в четырех матчах Антон Миранчук выходит на замену. Ни в одном из этих матчей Антон не дает ничего локомотиву в плане атаки, в плане какого-то креатива, в плане додавливания соперника. А додавливание было очень нужно, потому что в первом тайме шла очень равная игра, в том плане, что локомотив занял единственно верную и правильную позицию по отношению к нынешнему Зениту. Не бегать с ними на перегонки, не пытаться задавить их прессингом, не пытаться отвечать своими быстрыми атаками на их быстрые атаки. То, чем мы занимались в предыдущие два матча, и за что мы очень сильно поплатились. Мы очень надежно встали сзади в обороне, мы очень надежно устроили подстраховку. У нас хорошо работали центральные защитники, и едва, и Пабло отлично все выносили из своей штрафной. У нас очень здорово работал Макеев на подстраховке, всего вообще на свете. И в итоге, ну, мы создавали свои моменты. У нас были эти моменты. Гол Федора Смолова, пускай, из офсайда. И самый опасный, наверное, момент с игры, созданной, это удар Зе Луиша. Там тоже, скорее всего, был офсайд, и по вару, скорее всего, этот мяч бы отменили, если бы он был забит. Но, тем не менее, сама по себе атака была хороша. И в целом, первый тайм прошел. Николич сказал то, что ему не понравился первый тайм, но мне за первый тайм было абсолютно спокойно. Опасности у наших ворот не было, опасность у ворот Зенита периодически возникала. В этом первом тайме с две, два раза очень жестко нарушил правила Далер Кузяев. Кузяев один из лучших футболистов матча за Суперкубок, который, собственно, и похоронил нас в матче за Суперкубок. Здесь он зарабатывает первую желтую карточку, здесь он летит в опасный отбор. И многие говорят о том, что он заслужил и вторую желтую карточку. Я не буду говорить о том, что Карасев ошибся в этом моменте. Он вполне имел право не показывать желтую карточку. Да, это стык, да, это жесткий стык, но, в общем, не было откровенной группости со стороны Кузяева. Он пытался играть в мяч, у него не получилось. Окей, это фолл, ничего страшного. Но, фактически, сразу после выхода на второй тайм Кузяев допускает третий фолл. И здесь уже сомнений нету, он с шипами наступает на Анагурифату Жемалединову. И это желтая карточка. То же самое, что я вам говорил неделю назад, когда, если судья считает то, что идет наступ шипами сверху на ступню, это желтая карточка автоматическая. Здесь она, в общем-то, и была показана. Кузяев отправился отдыхать. И это стал переломный момент для всего матча. До этого момента Локомотив играл спокойно, надежно, делал свои атаки, спокойно отбивался от атак Зенита. После этого была самая опасная пятиминутка Зенитов, в которой нас могли и должны были наказывать удар Азмуна из пределов штрафной, в касание, мимо ворот. Ничего бы там не поделал Гильерме, но Азмун просто не попал. Это был... Кроме этого были еще моменты, в которых Зенит стал ловить нас на контратаках. И очень хотелось, чтобы это все прекратилось. Это прекратилось после того, как Малкову по голове зарядили, и наша команда, в первую очередь, как-то подостыла и перестала бежать, сломя голову вперед. Можно понять, мы в большинстве, и нам очень хочется победить Зенит. Но именно это сделало Локомотив максимально уязвимым для Зенита. И превратило этот матч очень похожий на то, что мы видели до этого в двух предыдущих встречах, которые мы Зениту проиграли. Этого нужно было избежать любыми способами. И мне хотелось, чтобы каким-то образом Николич на все это повлиял. И тем не менее, ничего не случилось. Эти 5-10 минут, в которых Локомотив бежал вперед, терял мячи, и тут же по центру моментально контратака шла от Зенита, они были вот постоянные и очень опасные. Затем Локомотив взял мяч под контроль. Но это был абсолютно стерильный контроль, и меня это очень сильно раздражало. Мы катали мяч вокруг штрафной, но никто не брал на себя никакой ответственности по тому, чтобы донести этот мяч внутрь штрафной. Пытались все закатать, закатать, закатать. Пару передач только у Рефата Жамалединова внутрь штрафной прошло. Все, остальные, ни один из игроков во втором тайме не пытался внутрь штрафной войти, внутрь штрафной отдать передачу. Ну, Рыбчинский, ладно, еще вот его отмечу, потому что у него было пару попыток хотя бы сделать передачу в штрафную. Ни Куликов, ни Макеев, ни Смолов, ни Антон Миранчук, ни Зе Луиш, ни Тикнезян, ни Живоглядов, никто из них даже не пытался это сделать. И это очень сильно раздражало, но, по крайней мере, мы хотя бы центр поля закрывали, и как только теряли мяч, мы тут же его возвращали обратно. Кроме одного момента, когда мы зачем-то побежали вперед, и Зенит очень просто двумя пасами доходит до нашей штрафной и зарабатывает пенальти. Пенальти, как мне кажется, был, потому что Гиля хоть и убирал руки, но все равно в конце цепанул за ногу Азмуна. Азмун искал этот контакт, Азмун искал это падение, но он его нашел. Да, в очередной раз подивимся удивительной эффективности Азмуна, увы, для нас. Слава богу, удалось забить практически сразу тоже странный момент. Рефаджи Малединов пошел в обводку. Перед этим почему-то зенитовцы говорят о том, что был фолл на Венделе, но я посмотрел вот единственный вот этот вот момент, вырезанный из трансляции, и там совершенно очевидно, что Жамалединов играет в мяч между ног у Вендела и отбирает этот мяч чисто. То, что Вендел падает, это уже вопрос к Венделу. Жамалединов точно совершенно сыграл в мяч. Это видно по траектории этого самого мяча, который катится вправо, потом, не доходя до ноги Вендела, но зато доходя до ноги Жамалединова, возвращается обратно на фланг. В общем-то, ну, абсолютно нормальный рабочий момент, это не фолл. Но затем Рефад идет в обводку, натыкается на ногу, по-моему, Ерохина, да, если не ошибаюсь, и падает. Красёв это не замечает с первого раза, но потом Варму подсказывает, что нарушение было, нарушение было на линии, Красёв ставит пенальти. В общем-то, даже долго на монитор не смотрел, очевидно, он не увидел какого-то движения, которое стало ключевым в этом моменте. Бывает, ничего страшного. Очень многие, я вижу, писали про то, что Красёв отсудил плохо, непоследовательно и все такое. Для меня было абсолютно нормальное, логичное судейство. Я всегда оцениваю судейство по двум моментам. Понимаю или я решение арбитров, или я не понимаю решение арбитров. Вот случай, например, когда играл локомотив ЦСКА, я не понимал решение Матюнина в большинстве случаев. Ну, в половине случаев, условно говоря. Я не понимал, что им движет. Когда играл локомотив с Уфой, я не понимал, почему судья на варе вдруг неожиданно зовет судью в эпизоде, в котором тот все видел и посчитал контакт незначительным. Почему он зовет судью к монитору. Я не понимаю этого. И не понимаю, почему судья меняет свое решение, если он знает, что контакт был незначительным. Здесь же, когда судил Карасёв, ну, вы прекрасно видели, я предсказывал большинство его решений. Вот здесь желтое, вот здесь фол, вот здесь не будет фола, вот здесь пенальти, вот здесь пенальти. Это было абсолютно для меня логично и понятно, поэтому судейство Карасёва в таком случае, да, он ошибся, не поставил пенальти на Жамалединове, но это нормально. Учитывая, что есть вар, теперь это нормально. В общем, никаких претензий к судейству Карасёва у меня сегодня нет. Всю неделю болельщики Локомотива плакали о том, что как Локомотив будет играть без Баринова, без Мурила, без Крыховика, без усиления в центре поля с таким великим гениальным Зенитом. Но оказывается, Локомотив может играть Зенитом, и ничья это абсолютно закономерный исход. Ну, помните, да, неделю назад я говорил о том, что 1-1 это самый очевидный и ожидаемый счет матча Локомотив-Зенит, и я не понимаю вот этого плача о том, что Локомотив слабее Зенит, и Локомотив обязан проиграть. Мог проиграть, мог выиграть. В общем-то, нормальная история, и наконец-то мы сыграли надежно, наконец-то мы сыграли без глупых привозов самим себе. Вот если бы еще не было вот этой вот ошибки, которая привела к пенальти, было бы, наверное, вообще прикольно. Но, скорее всего, мы бы тогда не забили, и матч закончился бы со счетом 0-0. Тоже можно, но это тоже одно очко. Что, наверное, больше всего бросилось в глаза, и всем вам бросилось в глаза, это разница в игровых действиях между Пабло и едваем. Вообще, если выбирать лучшего игрока матча в составе Локомотива, для меня это Стас Макеев. На втором месте был бы Тин Едвай, потому что Едвай сегодня играл практически безошибочно. Да, в некоторых эпизодах он упускал своих футболистов, например, как с Ерохиным, когда тот бил по воротам Гильерме. Я уже вспоминал этот момент. Да, пару раз выскакивал на перехват и не добирался до мяча, но в целом это была очень классная игра центрального защитника в том стиле, в котором я бы хотел, чтобы центральные защитники Локомотива играли. На опережение, на перехватах с подключениями в чужую штрафную. И они были сегодня в матче с Зенитом, Едвай перехватывал мячи и бежал до чужой штрафной. К сожалению, игроки Локомотива пока не готовы к этой игре, и вот эти вот попытки продвижения Едвая к штрафной особо ничем не заканчивались, им передачи не... ему передачи не отдавались. Но в целом Едвай был классный. Проблема Пабло в том, что он играет в другом стиле. Пабло играет на отбор мяча, а Пабло играет как стена внутри штрафной. Если его заставляют бегать, если его заставляют гоняться с Малкомом, гоняться с Азмуном, он всегда будет проигрывать. Он должен ожидать соперника внутри своей штрафной, и тогда он хороший. Тогда он, ну, король, как выражается Игорь Робинер. Но когда его заставляют бегать на перегонки, когда вся линия обороны у нас выходит к центральному кругу, идет заброс за спину, и давай, беги, Пабло, это не работает. И, к сожалению, в этом матче у нас просто не было возможности поставить другого защитника, кроме Пабло. И из-за этого мы стали получать момент за моментами. Из-за этого мы будем продолжать получать момент за моментами, если у нас будут два таких разноплановых центральных защитника, если в целом игра Локомотива будет на чужой половине поля, так, чтобы центральные защитники тоже стояли и караулили игроков на чужой половине поля. В этом есть проблема, и я подозреваю, что Пабло дальше не будет играть. И у нас будет связка Макеев и едваи Мурила, и едваи что-то в этом роде. Но не Пабло. Ну, хотя, с другой стороны, сейчас у нас Динамо и Краснодар – две команды, которые теоретически могут нас прижать. В меньшей степени Динамо, в большей степени Краснодар. И, возможно, на Краснодар имеет смысл ставить Пабло. Но в целом, в целом, систематически, я думаю, что Пабло у нас играть не будет. А значит, вполне логично, центрального защитника Легионера, который не играет на постоянку, вполне понятно, почему от него хотят избавиться. Да, почему хотели его продать. Насколько вот инсайдеры говорили о том, что именно Пабло среди всех – это кандидат на уход из локомотива. Сейчас уже нет, но раньше было, по крайней мере, так. В общем, этот матч, мне кажется, расставил все точки над «и». И отдельно отметим все-таки, что Едвай оказывается достаточно качественный защитник. Я много боялся того, как он будет играть в единоборствах. Сегодня у него было множество единоборств – верховых, низом. И он в них чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы Зенит не забил с игры. И свою желтую карточку Едвай получил, когда рванул через полполя, и доказывать зачем-то Карасеву о том, что фол Кузяева достоин желтой карточки. Ну, горячий хорватский парень бывает. Но в целом, в целом, я думаю, что все довольны полноценным дебютом Едвая сегодняшним в стартовом составе. Еще одним дебютом стал дебют Найра Текнезяна. И здесь у меня лично восторгов меньше. Многие тоже написали о том, что Найр молодец, Найр хорошо вошел в игру. Ну, по-прежнему, да, у нас с левого фланга ничего не приходило. То есть в этом плане, в плане обороны Текнезян отработал достаточно неплохо. Но, как всегда, оцениваю крайних атакующих защитников, защитников, просто крайних защитников, без атакующих, по атакующим действиям. Много подключался Текнезян вперед, много, очень много постоянно предлагал себя Рыбчинскому, но передачи с левой ноги в штрафную или вбеганий самого Текнезяна в штрафную я сегодня не увидел. Может быть, фактор зенита. И Найр боялся немножко, Найр стеснялся, все-таки дебют в локомотиве. Но, если он продолжит играть так, для меня это будет недостаточно. Для меня Найр должен с левой ноги навешивать в штрафную, Найр должен делать разрезающие передачи в штрафную, и Найр должен сам вбегать в эту штрафную под передачи Рыбчинского или Куликова, или еще кого-нибудь, но он должен быть дополнительной единицей внутри чужой штрафной. Он был таковым в ЦСКА. В этом конкретном матче он таковым не был, но его активность в целом порадовала. Буду ждать, пока будет добавлять. Но, условно говоря, если он в следующем, поза-следующем, поза-поза в следующем матче продолжит играть вот так вот стерильно, меня это будет не особо устраивать. Так может и Нинахов играть в общем и целом. Фу. Так, что еще хотел сказать о сегодняшнем матче. После матча неожиданно вдруг Егоров поймал Плутника. Плутник сказал о том, что никуда стадион из Черкизова не денется. И в очередной раз подтвердил это, что спортивный блок будет именно на Черкизовской располагаться. Либо это будет нынешний стадион, либо этот стадион сносит второй-другой. Но в любом случае спортивный блок остается на Черкизовской. Это такое очередное прямое подтверждение, прямые слова Плутника, которым можно, конечно, не доверять, но было бы странно. И сказал о том, что трансферная работа ведется. Не говорил о том, кто будет уходить, кто будет приходить, но трансферная работа ведется. И это первое выступление Плутника, начиная с мая, когда была встреча руководства с болельщиками. Хоть что-то, да, хоть что-то, хотя бы какая-то реакция руководителей на то, что происходит в футболе. Много об этом говорю. Буду продолжать говорить. Безусловно, нужно, чтобы руководство Локомотива давало какую-то реакцию. Есть запрос от болельщиков, есть запрос от журналистов. Ты должен говорить о том, чем живет клуб, что он делает, что он думает. Этого нету, но вот сегодня хотя бы три слова услышали от Плутника. Это уже как манна небесная воспринимается. Зато Локомотив неожиданно перед матчем с «Зенитом» устраивает студию, в которую приглашает Диму Баринова, приглашает Лену Фомину и приглашает тренера Казанки Гришина. Гришин мне не нравится. Гришин, как эксперт, я его постоянно слушаю на Матч ТВ, меня это нисколько не устраивает. В общем, такой обычный тренер-эксперт, который не говорит ничего интересного, хотя есть тренеры, которых слушать интересно. Слуцкий, когда приходил, Карпин, когда приходил, они дают вот именно позицию, какую-то необычную тренерскую, видение какое-то тренерское, которого ты не ожидаешь. Когда приходит Гришин, абсолютно все максимально стерильно и понятно, и ничего необычного, ничего нового ты для себя не слышишь. Лена Фомина тоже явно стеснялась камеры, стеснялась кадры, тоже достаточно банальные вещи сказала, зато было приятно посмотреть на Диму Баринова. Он достаточно неплохо себя перед камерой чувствовал. В общем-то, предматчевая студия, наверное, мне понравилась больше, чем включение в середине тайма и в концовке. Бар очень нормально по судям прошелся, а я считаю, что про судейство надо говорить, если ты считаешь, что против тебя систематически какие-то неправильные судейские решения, об этом надо говорить. Быть терпилами и каждый раз проглатывать то, что тебе там гол отменяют, против тебя штрафной назначают, когда на самом деле в рифата влетают, когда тебе пенальти ставят левый и удаляют Баринова. Про это надо говорить, иначе так и эта вся ситуация и останется. Вот сегодня, например, Семак говорит о том, что Карасев судил в пользу Локомотива. Ну, просто вот с нихрена. Берет и говорит, что вот так вот. И это давление на судик. Thank you! Топ-контент Мейкеру на топ-контент. Спасибо Жоре за два ссылка удалена, отдаю бюджет по назначению. Мага Топ от четырех опций на всех позициях до МВП. Неожиданно. Спасибо огромное, малых. Два бесплатных билета Жоре. Спасибо огромное. Не обязательно делать таких донатов. Я тебя все равно приглашу на подкаст. Вчера не получилось, но мы обязательно это сделаем на следующей неделе. Я думаю, разберемся. Так что следите за анонсами. Я думаю, что на следующей неделе. У нас когда-то матч? Матч, 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 матч. Воскресенье. Вот я думаю, что в Сою в субботу мы сделаем. Или в пятницу, или в субботу, если Саша будет в свободе, мы сделаем подкастик. Надеюсь, на этот раз я его уже не кину. Вот. Ну, спасибо огромное. Конечно, помощь и колоссальная поддержка. Вот. О чем я говорил? Я говорил про... По-моему, про Лока ТВ. Про хорошее включение перед матчем. Бара мне понравился. И в целом тоже достаточно неплохой контент. Хочется, конечно, большего интерактива. Каких-то вопросов и всего такого. Но такое тоже приятно. На это было интересно смотреть. По крайней мере, такую студию я с удовольствием посмотрел. В отличие от студии Матч ТВ, которых я уже даже перестал включать. В общем, я рад. Я уже много раз говорил, что моя мечта – это то, чтобы Локомотив организовал послематчевую, комфортную такую передачу в студию на следующий день, когда какие-то ребята, там тот же Занин, например, хорошо себя сегодня проявил. Еще кто-нибудь там, Кирилл Брейдо, еще ребята, я, конечно же, безусловно, как без меня, расслабленно общались, обсуждали матч конкретно, да, там на диванчиках на каких-нибудь, смотрели на мониторе моменты, тоже обсуждали, разбирали, приглашали бы тренера какого-нибудь. На конкретных эпизодах расспрашивали, вот этот побежал туда, вот этот вот сюда, кто ошибся в этом эпизоде, кто в этом эпизоде. И в такой расслабленной, полу-неформальной обстановке обсуждали бы матч. Мне кажется, что такой контент, вот, я бы точно совершенно потреблял просто, не знаю, часами. Но, к сожалению, наверное, тяжеловато такое организовать, а может быть и не особо нужно кому-то, кроме меня. Но я бы хотел. Студия после матча мне уже совсем не понравилась, это было неинтересно. Там остался Гришин, который, как обычно, рассказывал о том, что были сильные соперники, игра была равна, забили молодцы и все такое. Вот. Вроде бы все, что я хотел сказать. Я думаю, что наверняка там про Беку-Беку, Раскина и прочих ребят вы у меня еще поспрашиваете. Поэтому давайте переходить к вопросам. В общем и целом, думаю, что и так достаточно много поболтал. Так, привет! Привет, Питер Паркер 7! Как тебе сегодня, Тин Едвай? На мой взгляд, Тин Едвай это второй лучший игрок этого матча после Стаса Макеева. Я знаю, я уже посмотрел статистику Инстата по этому матчу. Давайте я вам сейчас ее тоже покажу. И в целом, да, давайте посмотрим сразу статистику всю. Спасибо огромное, спасибо большущее за поддержку. Как говорится, не за что. Я делаю это, потому что мне самому в кайф. Так, статистика. Я уже посмотрел статистику. И здесь на первом месте будет Рефат Джамаледдинов по рейтингу 391. Очень хороший рейтинг, очень хороший. И Рефат с его очередными пятью ключевыми передачами, четыре из которых точные, это, ну, очень круто. Рефат выдает шикарнейшую, просто невероятно крутую, крутой старт чемпионата. Он забивает два гола с Арсеналом, он забивает гол с ЦСКА, он зарабатывает сегодня пенальти. Просто какой-то крутейший старт. Я не знаю, по-прежнему есть люди, которые считают то, что Рефат бесполезный дерево и не нужен локомотиву. Но по факту именно Рефат Джамаледдинов сейчас тащит локомотив. Вот это вот, вот эти вот цифры, они абсолютно по делу. 391 это космос, сравнимый с играми Алексея Мирончука. На втором месте Тин Едвай, у него 50 передач, это довольно много. Это вторая позиция в команде, 59 только у Дани Куликова. 90% из них точные, это при том, что Тин Едвай, в общем-то, не давал строго передачи поперек. У Пабло 92, но передачи Пабло это скорее передачи ближнему, либо опорнику, либо левому защитнику, либо Едваю. Едвай отдавал развивающие передачи. Едвай между игроками, Едвай пытался забрасывать какие-то парашютики вперед. В общем, это не были строго стерильные передачи поперек. И при этом это все равно 90%. Ни одной, правда, ключевой, но я думаю, что здесь будет нормально. 9 единоборств, 78% успешности. Тоже я говорил о том, что я боюсь за Едвая в плане того, как он ведет единоборство. 78% очень хорошо. У Пабло 88, да, это 7 из 8, у Едвая 7 из 9, но, тем не менее, это отличнейшие совершенно проценты. На третьем месте Даня Куликов. У него много передач, 86%, 14 единоборств, 71% успешности. В общем-то, по цифрам хороший матч, но вот эти нули у Дани Куликова мне не нравятся. Ну, нужно, чтобы Даня Куликов делал передачи внутрь штрафной, делал передачи под удар, помогал атаки. Если Куликов этого делать не будет, мы так и будем стерильным владением гордиться тем, как мы сегодня зажали зенит внутрь своей штрафной. Это так себе. Очень много разговоров о том, что Пабло плохой матч провел. Я не согласен. Тот отрезок матча, в котором Пабло играл свою роль, то, которое ему привычно, он играл на очень высоком уровне. И вот эти вот цифры, да, 88% выигранных единоборств, это очень хорошие цифры. 48 передач, 92% точных, да, не обрезал, ничего, по большому счету, плохого не делал. Но, как я уже сказал, проблема в том, что затем Локомотив начал играть с высокой линией обороны, и это было для Пабло уже смертельным. Так Пабло играть не может и не должен. Наяыр, Текнизян, 287 за 50 минут, 6 единоборств, тоже очень много успешных. 91% точности передач, хоть 34% успел сделать к этому моменту. Ну, в общем, столько же, сколько живоглядов, только сыграл на 27 минут меньше. В общем, вот такие вот, такие вот здесь значения. У Зенита Дуглас Сантос лучший на втором месте Малком. Ну, я бы Малкому дал лучшего игрока матча, он прекрасен. Дуглас Сантос каким-то образом три точных ключевых передачи оформил. Честно говоря, даже не знаю, где и когда он мог это сделать. Ну, в общем, в общем, в общем, неплохо. Давайте еще на Хускорт зайдем. Найдем среди миллиона матчей российскую премьер-лигу. Увидим, что Рефат 7-3. Увидим, что Пабло 6-7, Е2 и 6-6. Гильерме 6-2, 6-1 Рыбус. В общем, странноватые оценки. За что Гильерме 6-2, да? Пенальти, учитывая забег Азмуны, это была необходимость. Теоретически мог хоть как-то спасти, за что Рыбусю 6-1 непонятно. В общем, тоже мог... Ну, у него травма, судя по всему, его заменили. Но по большому счету не особо он проваливался. 6-7, 6-9 для наших нападающих. Мне выглядит не совсем объективным. В общем, так вот. Но здесь меня, наверное, интересует, во-первых, дриблинг. 2 от Джамалединова, 1 от Е2 и 1-1-1. 2 здесь у Малкова. Странно, не очень хорошие цифры. 3 с Молова, 3 у Зелуиша. То есть, 3 раза Зелуиш пытался, ни разу не получилось. Отборы. Успешные отборы. Куликов 6. Отличный совершенно показатель. 6 отборов. Попыток. Ну, в общем, у Куликова 6 попыток, 6 отборов. Прикольно. Да, вот 100% показатель. Но я думаю, что, может быть, Хускорт здесь и ошибается. И передачи вперед. Пасос. Вперед. В финальную треть. Начиная с 56-й минуты матча. Зенит убираем. Оставляем. Локомотив. А, ну, значит, здесь все-таки много передач будет засчитано. Но в штрафную практически никакие из них не идут. Дмитрий Рыбчинский. Это после того, как мы пропустили гол, Дмитрий Рыбчинский отдал первую передачу с фланга. Первую передачу с фланга внутрь штрафной. Живоглядов. Заворота на вес. Тикнезян. К штрафной. Дмитрий Рыбчинский. Туда. Дмитрий Рыбчинский внутрь штрафной. Вот неожиданная передача от Дмитрия Рыбчинского. И вот так вот щелкаем, да? Ни одна из передач не идет в штрафную. Ни одна передача. Ну ладно, вот Рефат. К Рефату вопросов нет. Рефат старался. Рефат пытался это делать. Но вот мы видим, что вот как только мы пропустили, да? Вот тогда-то мы начали загружать штрафную. А до этого, ну живоглядов, окей. Хорошая передача. То есть вот вы видите, да? Вот эти вот передачи. И все это даже без попыток внутрь штрафной загрузить. Так нельзя играть. Так не нужно играть. Это неправильно. Ну вот Тикнезиан, да? Мне хочется, чтобы передачи Тикнезиана были вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. А у него четыре вот здесь. Это вот моя претензия к Тикнезиану. Да, то есть вот у Рыбчинского, по крайней мере, они есть в штрафную. По крайней мере, три передачи Рыбчинского прошли в штрафную. Это мало, но окей. Жемалединова. Раз. Вот. Раз. Хорошая передача. Два тоже, по идее, в штрафную. Вот так и играем. Две передачи от Трифата. Увы, увы. Маловато. Маловато будет. Во втором подряд матча отскок тупо за счет характера. Хочется сказать, что парни молодцы и стараются, но, видимо, это их потолок. Если до конца августа полузащиты не будет хорошего усиления, сезон будет провален. Я, скорее, согласен с этим мнением. Очень неправильно будет сейчас думать о том, что вот мы обыграли ЦСКА, вот мы сыграли в ничью с Зенитом, значит у нас все нормально, значит мы будем так играть и дальше. Это неправильно. У нас есть проблемы. У нас есть четкая, вот, конкретная проблема с вскрыванием обороны, с попаданием внутрь штрафной, с тем, чтобы забивать голы. Она есть, ее нельзя отрицать. На одном рефате с Жамаридиновей мы не сможем выползать весь сезон. Поэтому усиление обязательно нужно. Ни в коем случае нельзя допускать самоуспокоенности. Эти матчи мы не проиграли на жилах. И, ну, давайте уже что-нибудь выиграем нормально, спокойно, забив первыми и додержав этот счет до финального свистка. Привет, Тим, мне кажется, хорошо зашли Е2 и Тики. Теперь нужен топовый нападающий. Топовый нападающий нужен давно и, судя по всему, этот год будет очередным годом, когда нам нужен топовый нападающий. Привет, Тим, привет, чати. Как тебе, Тикнезиан, и Е2? В основе их на Краснодар как будет? Ну, Е2, я думаю, влился в состав и обязательно будет в составе на Краснодар. Я думаю, что здесь уже вопросов нет. У меня были определенные опасения по тому, как Е2 ведет единоборство. Оказалось, что Е2 единоборство ведет очень хорошо. Вопрос, кто в пару к Е2. Вариантов три. Пабло, который может отыграть внутри штрафной, если нас Краснодар прижмет. Мурило, который умеет играть на скорости, да, быть на опережении, выскакивать к чужой штрафной и возвращаться. И Макеев, который прекрасный матч проводит, прекрасный вообще старт сезона проводит. И, учитывая, что возвращается Баринов в состав, Макеев будет грустно сажать такого Макеева на лавку. Макеев был хорош и он очень исполнительный и очень здорово его иметь в составе. Про Тикнезиана, ну, если Рыбость получил травму, а он, судя по всему, получил травму, то тогда Тикнезиан выйдет. Привет, Блю Черли, привет, Катя АА, как тебе игра? Было нервно, качество игры не особо было высоким. Я здесь, наверное, согласен с Рабинером и с ребятами, которые говорили о том, что сложно такое смотреть на фоне европейских чемпионатов, чемпионата Франции, чемпионата Англии. Но эта игра должна была быть такой, она случилась именно такой, какая она и предполагалась. Очень нервная, с закрытыми командами, локомотив закрывался, зенит закрывался. Никто не хотел проигрывать, никто не хотел как-то крови у соперника. Тим, привет, как же медленно мы играем? И это тоже и есть такое. Покажу, что у нас по передачам, интересно, именно обостряюще показал. Неужели Лисакович хуже Зе? Ну, Зе делает определенную работу. Это борьба за мяч, это скидки мяча, это зацепиться за мяч после дальнего выноса. Лисакович это делает гораздо хуже. Но в тот момент, когда мы уже стали давить на ворота зенита, когда мы вот как раз вот это вот стерильное владение у нас появилось, на мой взгляд, вот в такой игре Лисакович гораздо полезнее. Хотя бы потому, что вот как с Уфой он может взять и пробить с левой ноги и неожиданно попасть в дальний угол. Киржакову можно бить и забивать, можно. Это не какой-то там супер вратарь, которому лучше бить из убойных позиций. Нет, можно Киржакову пробить и забить вообще без вопросов. Но мы этим не занимались. Портуит. Киржакову не противопоставим, что Локомотив плохо играет, что у нас нет игроков, у Зенита супер состав. Потом Локомотив играет с Зенитом абсолютно на равных, и вы говорите, ну слушайте, игра ужасная. Все, 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 плохо, очень все плохо. А игра-то абсолютно на равных. Вы посмотрите там по XG на равных, по какие там еще для вас есть объективные показатели. Счет равный, XG на равных. Играем на одного игрока больше, да, то есть заставили соперника ошибаться и фалить. Но почему-то вдруг игра ужасная. Ну, то есть неделю назад вы бы сказали, что если мы не отлетим 1-6, то это уже хорошо. А тут вдруг равная игра это ужасная с Зенитом. Не особо это по-понимаю. Привет, привет. Отмечу Рифата и Стаса. По Стасу и так, очевидно, был надежен сзади. А Рифат один из немногих, если не единственный, кто тащил мяч вперед, старался делать обостряющие передачи, заработал пенку. Разочаровал Куляш. Кроме стабильной невзрачной игры спереди, он еще и тупо ходил пешком после своих же потерь, когда Пабло едва и живой неслись назад спасать родину. Куликов прям разочаровался. Сегодня громко на него орал я в экран. Не могу опять же сказать, что Куликов разочаровал. Куликов, он играет так, как играет. То есть вот я уже привык к такой игре Куликова. Вот когда Куликов начинает играть ярче, чем сегодня, например, было, вот как в матче с ЦСКА, когда Куликов действительно тащил мяч вперед, отдавал передачу вперед, пытался что-то придумать впереди. Вот это уже неожиданно для меня. И я думаю, блин, ну может быть Куликов не безнадежен. А сегодня это просто Куликов. И просто человек, который заполняет пространство. Он делает это нормально. Он много отбирает мячей. Вот мы на Хускорде увидели, что 6 отборов. Больше, чем у кого-либо. Он это делает. Он не ошибается. Да, он... Нету какого-то такого, что в этой зоне должен быть Куликов, а его нету. Он где-то там застрял в чужой штрафной. Нет, он не ошибается. Он тоже такой же, как и Макеев исполнительный. Но... Но... Блин. Я жду другого от Куликова. Мы не можем так играть с таким Куликовым. И для меня это первый кандидат на замену. То есть привести центрального полузащитника, Раскина или Беку-Беку, или еще кого-нибудь, чтобы он встал вместо Куликова. Для меня вот это вот первый кандидат сейчас на замену из Локомотива. Второй это Комано. Тоже не понимаю его нахождение в стартовом составе. У кого еще есть сомнения, что нужно Антона продавать? Очень жаль, конечно. Антон, непонятно, что с ним. Но это было очевидно по межсезонью. Антон в плохой форме. Антон играет в плохой футбол. И уже месяц прошел после старта чемпионата. Антон совершенно эту самую форму не набирает. И можно много что говорить, но в запасе он по делу. И то, что он выходит на замену на 20 минут, я думаю, что сейчас уже можно и 20 минут не выпускать. Давайте попробуем Петрова, давайте попробуем Бабкина. Антона я уже посмотрел. Спасибо, не нравится. Питерские, где только можно, бомбят, что они нас свозили носом. Пенальти наш нечестный, якобы фолл был раньше на игроке Зенита. Ну, я не знаю. Я вот этот фолл смотрел, и я не понимаю, где, ну, то есть в чем там фолл, по большому счету. Сейчас я попробую найти этот, этот момент. чтобы показать, что я имею в виду. Да, наверное, в Ютубе проще всего. Или в Ютубе уже концовка? Да, в Ютубе уже концовка, к сожалению. Давайте спортбокс посмотрим. Карасева сбили с ног. Есть все, что можно обсудить. Так, вот она идет, передача. И вот Вендал. Смотрите, что я имею в виду. Сейчас будет много-много скриншотов. У вас будет создаваться впечатление, что это даже видео, но на самом деле это очень-очень много скриншотов. Вот мяч катится слева направо в правую ногу Вендала. Да? Вот Рифат играет по этому мячу, и мяч, меняя направление, не доходя до ноги Вендала, мяч уходит обратно к Рыбчинскому, или кто тут стоит? Да, Рыбчинский. То есть здесь идет игра в мяч от Рифата Жемалединова. И это, ну, совершенно очевидно, если посмотреть на то, как катится этот самый мяч. Да? То есть вы... Оп, и мяч катится в другую сторону. Оп, и мяч катится в другую сторону. А если есть попадание ноги в мяч, то что это? Это не фол. Поэтому питерские зануды могут засунуть себе в рот свои претензии по этому моменту. Это не фол. По качению мяча явно совершенно Рифат Жемалединов в него играет. То, что он одновременно играет там в копчик ему или еще куда-то, вообще не важно. Рифат Жемалединов играет в мяч. С трибуны игра смотрелась вообще безнадежно. Как будто играли без огня в глазах, что по итогу отразилось на поддержке во втором тайме. Ну, без огня в глазах это точно не про этот матч. Вообще нет. Просто банально, как они упали все на поле после финального свистка, они отдали 150% своих сил. Там все были максимально сосредоточены и максимально старались в этой игре. Без огня в глазах точно я не могу сказать. Как оценишь судейство Карасева? Как нормальное? Не блестящее, не идеальное. Нормальное судейство Карасева. Я вот, если каждый матч будет судить локомотив Карасев, вот как сегодня, я вообще никогда ничего не буду про судей говорить. Диктор отличный. Так, посмотрев повторы спинка Азмуна, по-моему, он просто слишком сильно прокинул мяч и нырнул. Симуляция и желтая имхо. Не было там симуляции. Это обычный эпизод. Не надо ничего передумывать, не надо ничего придумывать. Это простая история. Азмун прокидывает мяч, Гильерми пытается в этот мяч сыграть, потом отдергивает руку, но все равно попадает в ногу. Это простая ситуация. Не надо ничего придумывать. Да, каждый раз, когда ты начинаешь на замедленном повторе изучать, а может быть тот упал, а вот смотрите, он уже заваливается, а вот здесь еще Гильерми руку не высунул, а он уже наклоненный. Это всегда можно натянуть абсолютно любой момент на что угодно. Не надо придумывать. Как думаешь, почему Красев не сразу не удалил Кузяева? И как оценишь наши шансы против Краснодара и Динамо? Думаешь, следующему матчу новички будут? Не знаю насчет новичков, я уже, ну как бы даже если они будут, я не думаю, что их надо ставить в состав на Краснодар и Динамо. Да, то есть даже если сейчас кого-то в понедельник представят, то на Краснодар он попадет в запас, на Динамо может быть из запаса выйдет, да, но это все не ключевые футболисты. поэтому сейчас уже в общем и целом, мне пофигу, когда этого игрока представят. В понедельник, в среду, в пятницу, через неделю, 1 сентября, 5 сентября. Пускай уже просто найдут кого-то хорошего, того человека, который действительно встанет в центр поля и действительно будет полезен локомотиву, а потом в перспективе еще и разовьется и будет еще более полезен, а потом уедет куда-нибудь в какой-нибудь хороший европейский клуб, и мы будем им гордиться. И очень хочется, конечно, креативного человека. Я не знаю. Меня это раздражает, то, как играет локомотив, когда нужно креативчика добавить. Просто я не вижу людей, которые этот самый креатив способный давать в локомотиве. Здорово, Тим. Привет, Артем. На ютубе смотрят те, кто не смотрит эфир после матча и идут спать. Не, я понимаю, но просто меня удивляет то, что это большое количество людей. Я, честно говоря, думал, что ну не такая сильная. Ну, то есть есть определенная потребность послушать про локомотив сразу после матча, может быть, в течение следующих суток после матча, но уж никак не спустя там 24 часа, когда ты уже и забыл потихоньку о том, что локомотив с кем-то там играл. Да, там с Уфой. Да, матч, который закончился 1-1, через сутки еще зачем-то слушать там двухчасовую запись. Ну, спасибо огромное. Спасибо за то, что смотрите, спасибо за то, что комментируете, лайки ставите. Это очень приятно. К слову, о Ютубе посмотрел запись стрима с Женей Кирилловым спустя месяц. Надеюсь, в Лиге Европы нам греки, венгры или турки попадутся, можно будет съездить. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет осенью с коронавирусом, со странами, закрытыми границами, открытыми границами. Хочется куда-нибудь съездить, это правда. Команчик стабильно плох с начала чемпа, надо что-то менять. Да, 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 я про Комано, это да, это мой второй вопрос. Что делает составе локомотива Комано, который четвертый матч подряд не делает ничего опасного для чужих ворот? Зе Луиш, сегодня опасный удар. Смолов, там, три гола в четырех матчах, в целом, очень качественная игра в предыдущих играх. Да, там, Рефаджи Малединов вообще тащит нас. Рыбчинский постоянно что-то интересное созидает у чужих ворот, делает передачи в штрафную. Что делает Комано, я не понимаю. Зачем он нужен? Почему он играет? Почему не вместо него играет Лисакович? Не знаю. Твич опять не прислал уведомления. Ну, наверное, из-за того, что сегодня второй стрим за день. Стрим, Твич не присылает уведомления, но подписывайтесь на Твиттер, там вся информация бывает. Как тебе сегодня, князьян? Как по мне, отлично заменил рыбу, если продолжит так играть дальше, то, глядишь, в следующем году от Мация откажется. В следующем году Мация в Локомотиве не будет. Это гарантия от Ежелока, что в следующем году Мация Рыбусе в Локомотиве не будет. Может, Зенни меняют, потому что готовят к продаже и надо минуты на поле набить? Ну, это странно. Мне одному показалось, что после удаления играли плохо, как будто удаление у нас. Первые 15 минут, да, Локомотив, ну, там, 10 минут после удаления Локомотив играл плохо, очень плохо. Мы такое ощущение, что вдруг решили, что, а, ну, раз удаление у Зенита, мы сейчас быстро все позабиваем, мы сейчас резко их задавим своим прессингом, а Зенит оказывается сильная команда, которой этот прессинг вообще плевать. И вдруг пошло-поехало. Но затем стало нормально. Затем просто Локомотив перехватил инициативу, Зенит ушел в глубокую оборону, но мы уже стали играть нормально. Просто мы не созидали опасность. И тут вопрос к тому, что в первом тайме мы создавали опасность, потому что сам Зенит атаковал. Здесь уже 10 человек за линией меча и, конечно, тяжело. Макеев хорош. Жаль, что не на ЦЗ, но сделал главный, убрал Малкома даже без желтой карточки. Ну, я согласен с болельщиками Зенита, которые говорят о том, что, в принципе, хотя бы одну желтую карточку Макеев заслужил, да, но он ушел вообще без желтых. То, что инцидент с Малкомом, ну, это стечение обстоятельств, да, здесь, конечно, Макеев вообще ни в чем не виноват. Вот в других моментах, наверное, желтую карточку мог бы получить. Будут ли Федю продлевать? Он же старый для ранника и плюс ЗП 3 миллиона. Ну, говорят же, что сейчас Федю никто не продает, а осенью будут с ним разговаривать. Я думаю, что не будут. Ну, очевидно, совершенно на тех условиях, на которых Федя с нами сейчас работает, Федора Смолова продлевать не будут. У нас никто не будет получать по 3 миллиона евро. Антон играет по 15-20 минут. Тут тяжело на что-то повлиять. Если его и выпускать, то на 30-45 тогда он неплох был бы, как весной. Может, он просто 4-4-2 не вписывается, как думаешь, в схеме с десяткой он бы мог играть лучше. Конкретно сейчас Антон играет плохо не потому, что он не вписывается в схему, а потому, что он вялый, неинициативный и все его действия заканчиваются неудачно. Он пытается обвести, теряет мяч. Он отдает передачу, теряет мяч. Это не проблема позиции. Это проблема того, что на данный момент Антон Миранчук в отвратительной форме, вообще не близкой к тому, что он может показывать. Почему? Из-за травмы какой-то, из-за какого-то внутреннего состояния или просто, не знаю, физиология какая-то вот случилась. Но сейчас Антон Миранчук не помощник локомотиву, и это очень грустно, потому что Антон Миранчук это лидер нашей команды. И без него нам, конечно, тяжело. По-хорошему отскочили сегодня. Зенит был ближе к победе. Было ощущение, что локомотив играет на пределе, а Зенит с большим запасом. Не было ощущения. Ну, с каким запасом они играли? Они ничего не могли сделать до момента, когда локомотив сам расступался перед ними. Ну, серьезно, да, вот. Вот, любите инстат, как я люблю его я. 1,18 на 1,44. Меньше полубалла xg. Это, ну, когда разница меньше полубалла, это считается ничья. То есть, локомотив наиграл на эту ничью. По крайней мере, по данным инстата. По данным, которые публиковали в чате, там еще меньше разница между командами. Так что, ну, я не знаю, с каким там запасом Зенит играл, и почему, если у него этот запас был, они не реализовали его. Как мне игра едвая? Мне игра едвая понравилась. Рифат и Наир понравились. Не было остроты в атаке. Долбанные переводы с фланга на фланг. Лис выходит и делает что-то. Антон выходит и мешает, и машет новой прической. Да, да, да. Ну, Лис не особо эффективен, но он выходит и я вижу, что человек старается, пытается и делает хоть что-то полезное для команды. Рыбчинский выходит, да, у него нету там сейчас забитых голов, нет уголевых передач, но он выходит и он полезен для команды. Выходит Антон Миранчук и он не делает ничего, кроме потерь. Раз потери, два потери, три потери. Ну, блин. Был пенальти на Смоловой, когда он искал контакт. Очень сложный тонкий момент, но кажется, что, как и на Спорце написали, кажется, что игрок Зенита все-таки зацепил мяч. Там чуть-чуть его погладил, но этого достаточно, чтобы не считать это подножкой. А так было очень близко к тому, чтобы назначить пенальти на Смолове еще раньше. Забавный момент был, когда Е2 и в два паса с Жемалединовым побежал в Зенитовскую штрафную, Жема не привык к такому и отдал назад. Да, это вот про то, что я и говорю, о том, что Е2 это защитник, который создает численное преимущество в чужой штрафной и к этому надо привыкнуть. Это вот как Жиго, который бегает у Спартака в чужую штрафную. Надо привыкнуть, надо адресовать ему передачи, потому что он в целом неплохо обращается с мячом. Но Рефат решил, что, блин, ну что-то как-то у нас защитник вперед побежал. Пожалуй-ка, я лучше сохраню этот мяч, вдруг потеряем. У Мурила что-то травма, да? Мурила травма. Как считаешь, стоит ли продавать Пабло ради покупки условного Ахмед Ходжича? Ради покупки условного Ахмед Ходжича я продал бы и Пабло, и Мурила. Кстати, не заметил едва я то, что Головой плохо играет. А если все-таки плохо, может быть, в РПЛ это незаметно будет. Как ты думаешь, мне кажется, ему есть чем компенсировать. Но сегодня вот он проиграл борьбу Головой Ерохину, когда тот бил по воротам, очень опасно. А так, да, я действительно тоже заметил, что нету вот тех вот проблем, про которые все писали, про которые статистика говорила о том, что он вступает в малое количество единоборств и малое количество выигрывает. Нет, вполне себе очень часто играет головой и выигрывает. Показалось, что едва между линиями неплохо пасуют. Сегодня пасы едва это было то, от чего я вообще кайфовал очень сильно. Почему Пабло всегда худший с Зенитом? Я не знаю, почему вы считаете Пабло худшим с Зенитом, честно. Ну, реально, поставь в эту игру Чурлуку и Чурлуку точно так же бы размазывали, потому что Чурлука не для этого футбола. Но это проблема не Чурлуки, это проблема не Пабло, это проблема в том, что того, что Локомотив заставили в этот футбол играть. Ну, как можно предъявлять претензии к Пабло за это? За то, что он не Усейн Болт? Я не понимаю. Он должен играть в другой футбол. Этот футбол был в первом тайме. В первом тайме Пабло был не просто худшим, он был лучшим, одним из лучших в составе Локомотива, потому что он не проиграл ни одного единоборства, потому что он был очень надежен и мимо него никто не мог пройти. А тут вдруг оказывается, что Пабло худший, потому что Локомотив сломя голову куда-то несся и бедный Пабло должен был бегать на перегонки с Азмуном. Может быть, это проблема Локомотива, а не Пабло? Никорича, который не смог среагировать вовремя на то, что игра меняется, а не Пабло? Зелуиш вступил в стадию, когда он геройствует прежде чем испариться. Ну, Зелуиш сегодня был ни рыба, ни мясо. Немножко помогал, но очень быстро сдох и я ждал, когда его заменят, а его так и не заменили. Расскажи про Камано, мне кажется, он хуже, чем весной, но лучше, чем год назад осенью. Локомотив не играет ромбом, а там ему удобнее, я в него верю. А ты? Я верю в Камано, но я сейчас вижу, что он не приносит пользу Локомотиву, а у Локомотива есть другие футболисты. В целом, Камано, ну, наверняка будет полезен против команд типа Урала, типа, не знаю, против кого еще. Против Суфой с Арсеналом мы уже сыграли, он там полезен не был. Ну, короче, там, где нужно бежать, там, где нужно наскоком брать и накрывать и надеяться на ошибки соперников. Сегодня, например, он же накрыл Ловрена, тоже достаточно в неплохом стиле. Он умеет, как Коршун, набрасываться, но и игроки уже более-менее привыкли к Камано. Я не думаю, что проблема в ромбе, я думаю, что проблема в том, что Камано сейчас не очень хорошо себя чувствует. Бека-бека это то, что нам нужно. Бека-бека мне конкретно здесь и сейчас не видится решением проблем Локомотива. Он перспективный, он интересный парень, по тому, что я видел, да, он очень цепкий, очень любит вступать во двор, но вот именно решением вот этой проблемы двигать мяч вперед и отдавать нестандартные передачи, Бека-бека не является. Может отдать хорошую дальнюю, может отдать, может протащить мяч там на дриблинге, да, если его не уронят, но это все очень нерегулярно и нестабильно, поэтому Бека-бека это хорошо, но вместо, вместе с Бека-бекой я жду кого-то еще. Что думаешь о новости, что Бека-бека покинул Кан? К нам? Как отнесешься к такому трансферу? Я уже миллион раз сказал, что я не читаю телеграм-канал Лока Ликс, я считаю его дерьмом собачьим, что человек просто сидит и придумывает на ровном месте новости и ищет интереса к себе, такого внимания к себе, поэтому я, ну, написали и написали, мне насрать на эту информацию, я не вижу ни одного подтверждения того, что Бека-бека покинул Кан. Ну, смотрите, да, на каком-то французском радио якобы сказали, что Бека-бека покинул Кан и собирается в Локомотив. До этого весь Твиттер был наполнен сообщениями о том, что Бека-бека, Бека-бека туда, Бека-бека сюда, Бека-то, Бека-это, а теперь по французскому радио сказали информацию о том, что он покидает Кан и ноль, просто ноль в Твиттере этому подтверждения. Я не верю в такое, не бывает такого. Если бы это действительно там сказали, тут же бы, тут же бы это разнеслось по всему Твиттеру. По физике показалось, что вышедшие на замену не бежали вообще, да и команда просто стояла в каждой позиционной атаке. Тикнезян не бежал вообще? Мне кажется, Тикнезян успел пробежать за эти 50 минут столько, сколько вся команда вместе взятая. Это о чем вообще? Если верить статистике, Даня сегодня был одним из лучших в матче, кстати. Он, ну, мы посмотрели по статистике, да, инстат индекс хороший, много передач, все точное, много единоборств, много выигранных. Я не говорю о том, что он плохо играет. Я говорю об ожиданиях от Дани Куликова для того, чтобы Локомотив выигрывал. Для того, чтобы Локомотив выигрывал, от Дани Куликова требуется большего. От Дани Куликова требуется, чтобы он начал отдавать передачи в штрафную, чтобы он начал отдавать передачи вперед. Да, вот я показывал карту передач на Ира Тикнезяна. Давайте посмотрим карту передач Дани Куликова. Может быть, я ошибаюсь да я не не смотрел матч всего один раз это был очень нервный просмотр на стриме поэтому мы я могу прекрасно ошибаться давайте посмотрим что чем занимался куликов после 55 минуты может быть я сейчас скажу о господи да я же вообще не так видел его игру ой что я делаю что я делаю пожалуйста итак передачи финальную треть вперед от дани куликова такая передача 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 вот эти передачи еще куда не шло. Да, вот эта вот передача и вот эта передача. На фланг более-менее развивающая. Я от Дани Куликова жду, во-первых, передач вот сюда вот, а во-вторых, чтобы их было, ну, минимум, там, 5-10 за матч, за, ну, за тайм. Я уверен, что сильно ничего не поменяется. Да, добавилась одна. Вот. За тайм. За тайм вот это вот сделал Даня Куликов в атаке. Это, для меня, это непонятно. Ну, не должен Куликов играть так. Куликов это мозг. Куликов это человек, который созидает. Куликов человек, который связывает все это. Но все его передачи, ну, вот это вот хорошая передача, вот это вот хорошая передача и вот это вот хорошая передача. Все остальное это подсовывание мяча. Ну, на фланге хорошо, окей, ладно. На фланге забрасывает. Но, блин, ну не то, не то. Хотя по статистике, да, по статистике хорошие передачи, точные передачи. Только они не помогают выигрывать, они помогают держать мяч. А в локомотиве, в футболе выигрывают команды немножко по-другому. Админы платят Тиму, я думал наоборот. Очень радует Рифат, последние полгода вышел на новый уровень благодаря Никольчу. Да, Рифат умничка, Рифат огромная умничка. Приятно удивляет Макеев, прогрессирует или нет? Макеев стал очень стабилен. Вот эти 4 матча Макеев провел на очень стабильном уровне, без ошибок, с громадным просто объемом работ. Мне это нравится. Это вот хорошо. После финального сиска несколько игроков лока упали на газон без сил. Физика слабовата. Ну, там Едвай упал без сил, и там Макеев упал без сил, который действительно отпахал, я думаю, километров 12-13. Не Жори, а от Жоры на сегодня 2 билета бесплатно получил. Странно, Пабло начал регрессировать. Кульков хороший, по оценкам лучше. Умурила точно травма, может, продали под шунок. Про трансферную политику. Может, руководство молчит, потому что трансферы любят тишину, чтобы не получилось, как у Краснодара, которого Жигой чуть ли не в самолете не перехватили, а инсайдеры типа Карпа так и вьются рядом, хотя после ролика с собакой поуспокоились. Я не прошу, чтобы они мне рассказывали про трансферы и про трансферную политику. Я хочу, чтобы они просто хотя бы, не знаю, Рангника представили. Рассказали о том, кто это такой и зачем он нужен для Локомотива. Ну, не просто сухая заметка о том, что Рангник работал в Лейпциге, а конкретно рассказал Плутник и Леонченко, зачем они взяли Рангника, что он должен сделать с клубом. Ну, это ненормально, когда берут человека с мировым именем и о нем ни разу вообще не упоминают и работает он или не работает. Вроде на матчах присутствуют, вроде что-то с кем-то общается, но это ненормально. Надо разговаривать, надо говорить о том, что вот Локомотив, да, вы отпустили Криховика, но не объяснить отпускание Криховика нельзя. Криховик любимец болельщиков, Криховик только что получил стальной рельс, и вы его отпускаете в клуб конкурент. Нет, нельзя это не объяснять, уже вот по факту. Они молчат, ну, правда, они в итоге получат скандирование с трибун и будут виноваты в этом только сами. Никто другой в этом не будет виноват, только они за то, что конкретно здесь и сейчас они не находят в себе времени, чтобы просто сказать, ну, Криховик, ну, у него заканчивался контракт. Мы приняли, мы посовещались с тренером, с рангником, с там, спортивным директором. Приняли решение, что для клуба, для Криховика будет лучше, чем если мы его отпустим сейчас и получим необходимые деньги для того, чтобы пустить их на развитие команды. Обязательно будет усиление. Ну, что-то простое, что-то стандартное, но при этом, ну, хотя бы нет ощущения, что-то плевать вообще на то, что они там подумают. Про Вильену обсуждали, что там обсуждать? Ну, конфликт. Ну, бывает. Не смотрел матч ЦСКА, только обзор, за что Мухин взял лучшего игрока. Ну, он был неплох, и, видимо, нужно было поддержать парня, не знаю. Ну, по мне, там Эджуки должен был точно получать эту статуэтку, либо Чалов, который тоже не меньше пользы создал. Ну, решили Мухина. Про Рубин хочу спросить. Не успел в четверг. Мне показалось, что Рубин решил не бежать за двумя зайцами, если и не сдал Лигу Конференции, но жил и явно не рвал, в отличие от соперника. Я думаю, что Рубин с удовольствием бы играл в Лиге Конференции. Попадать в Еврокубки для того, чтобы их сливать, для того, чтобы не участвовать на два фронта и снова попадать в Еврокубки, мне кажется, это довольно странная история. Зачем тогда вообще занимать четвертое место? Зачем рвать жилы в чемпионате, если ты не хочешь играть в Еврокубках? Опасения по едва не оправдались, потому что эти проблемы были в Германии. На днищенском уровне РПЛ он топ-игрок. Я не считаю, что если игрок был дном в Германии, то в России он автоматически будет хорош. Ты можешь быть дном и там, и там. Поэтому опасения были, опасения еще никуда не делись. Едва нужно еще доказывать и доказывать. То есть провести хотя бы матчи 10 на высоком уровне, для того, чтобы я убедился, что да, это игрок не косячный, да, это игрок хороший, да, это игрок, который может добавить локомотиву того, что нужно локомотиву на позиции центрального защитника. Один успешный матч, это вообще не показатель. У нас один успешный матч и Райкович в Лиге Чемпионов играл. Спасибо большое за фолу заварочный чайничек. Спасибо большое. Ну, с Зенитом, да, молодец. Но теперь тебе нужно сыграть хорошо с Краснодаром, с Динамо. Особенно тебе нужно будет хорошо сыграть в матчах, которые будут с командами ниже уровня. Потому что у тебя там будет 2-3 момента, и все эти 2-3 момента ты должен отыграть на супер-топ уровне. Может, штрафную Зениту не проходили, потому что у Зенита есть Бариус и Лаврен, и вообще как-то забыли, что мы по составу поступаем в разы. У них есть Бариус и Лаврен, и они могут выносить мячи из штрафной. Но мы даже не пытались эти мячи в штрафную доставлять. То есть ты попробуй. Вынесут? Ладно, но ты попробовал. А может быть, Зелуиш обыграет их? А может быть, отскочит мяч куда-нибудь к Смолову. Но ты попробовал. У нас же были эпизоды, когда мяч был под ногой, и можно навешивать. А мы разворачивались и отдавали мяч в центр. Мы его сохраняли. Мы боялись, что мы сейчас навесим. Мы его потеряем, и придется бежать назад. Но так в футболе не побеждают. Стас и Барина в центре, Куликова в Урал. СВ прав. На Краснодар, Баринова и Макеева. Почему бы и нет против атакующей команды? Можно? Тим, можешь обозреть опасные моменты матча? Нет, я не имею права показывать хайлайты. Я вот вам показал скриншотики с моментом, когда у Вендела отбирают мяч. Но не более того. Усредненные позиции Едвая и Пабло вместо тысячи слов. Давайте посмотрим, что там как. Ну да, да. Вот. Вот у нас Едвай, вот у нас Пабло. Насколько выше. На одной линии с Макеевым фактически Едвай играет. Куликов выше. Рыбусь очень сильно приклеен к задней линии. Возможно, поэтому его в том числе и поменяли. Как по мне, Зелуиш пешеход Эдер был полезнее. Эдер лучше цеплялся за мячи. Эдер, мне кажется, лучше вел борьбу за эти самые мячи. Но в плане того, чтобы создать опасность южих ворот, мне все-таки Зелуиш нравится побольше. Так, послушаешь комментарии, всех кто-то разочаровал. Надо, наверное, тоже придумать кого-то, кто меня разочаровывает, раз это так модно. Пусть будет Антон. Скоро уже будет год, как разочаровывает. Действительно, я чего не понимаю в комментариях по этому матчу, так это негативного настроения. Ну то есть, реально, всю неделю абсолютно искренне люди плакали о том, что у Локомотива ноль шансов против Зенита. Ноль. Ну то есть, вообще не можем мы соперничать с Зенитом. И тут Локомотив выходит, Локомотив соперничает, Локомотив добывает одно очко. И люди плачут. Этот сыграл плохо, этот сыграл плохо, этот сыграл плохо. Игры нету, позиционные игры нету, все пропало. Люди, вы с ума что ли сошли? Вы неделю назад на этот результат молились, а теперь вас это не устраивает. Ну как так-то? Нормальная игра, можно было лучше. Но в данной ситуации мы набираем одно очко против Зенита и идем дальше. И что в этом плохого, я не понимаю. Ну как можно настолько быть пессимистами и... Ну такие, ну блин, ну 1-1 с Зенитом мы хотели, ну 2-0 хотя бы. Ну это же Зенит. Ну правда, будьте реалистами. Давайте вот мы усилимся, и мы будем тогда требовать с этой командой что-то показывать. Но сейчас у нас играет Куликов, Макеев, Живоглядов против Дугласа Сантоса, Малкома, Азмуна и прочих ребят. И мы играем с ними на равных. А вам это не нравится? Ну как? Надо ли было давать Макееву ЖК за удар ногой в голову Малкома или это игровой эпизод? Конечно, игровой эпизод. У Макеева были два других эпизода, в которых он фалил. И там можно было давать желтую карточку. На Азмуне и рукой, когда он играл. Да, там можно было давать желтую карточку. Ну а здесь просто упал ему под ноги футболист. Что он может сделать? Он же не умеет летать. Близнецов разучили. Антон Скис. Тяжело будет заманить новых игроков в клуб, так как хорошие игроки шли из-за больших зп, а как только понижали, уходили. Только Чарли, помню, на понижение пошел. Почему Николич душит белорусов? З был в первом тайме. Содиона З на меня произвел хорошее впечатление. Если будет прогрессировать эта игре, к игре не поломается, будет топ. Жаль, Тик Низян мало участвовал в атаке. Надеюсь, в следующих матчах будет по-другому. Вильену обсуждали? Да, обсуждали. Уже обсудил. Мага Умница. Помню, как обсуждали, что он четвертая опция на всех возможных позициях. А тут MVP второй раз уже. По трансферам не забывайте, что нужно еще игроку получить визу. В Россию это нынче очень сложно. Ну вот как Клаудиниу, который сегодня не играл, потому что, оказывается, ему нужно выехать из страны и заехать в нее заново. Ты говоришь, что мало передач штрафной, а может просто адресатов нет. То есть мало открываний напов, это к разговору, что нужен нап. Было бы сейчас условный фарфан, и передачи были бы. Это, вот это да, это есть такой фактор. Но тем не менее, нужно пытаться, нужно стараться. Даже если там один против четырех. Но если ты просто катаешь мяч вокруг, ты его 100% потеряешь. Вот ты 100% потеряешь даже без шансов на то, чтобы забить гол. А так ты хотя бы попробовал отправить его в штрафную, и там уже рикошет, то все, пятое-десятое. Может быть угловой заработаем. Угловой мы опасность создавали. Но да, я согласен, что активности форвардов, конечно, у нас очень сильно не хватает. Как тебе сегодня Зе произвел приятное впечатление, получается, способен играть все 90 минут. На меня Зе произвел в приятное впечатление минут 40, и минут 60 я ждал, когда же его наконец заменят. Тим, вот ты говоришь, что едва норм для такого футбола с высоким прессингом, но я не видел, чтобы он бежал назад, скорости Зенита отставал еще больше Пабло. Нет, не согласен. Замена рыбы, в том числе и за желтой карточки. Тяжело играть против Малкома без права на фолл. Ну да, это конечно, но он потом сидел с ногой на льду, и не было ощущения, что это здоровый человек. Ждем бегу-беку, в центре поля не хватает моторности. У бигмекеров на лока был коэффициент почти 5, как на аутсайдера. Многие пишут, говорят и ждут усиления, но забывают, что придут к нам молодняк, который еще обкатать надо, который будет так же ошибаться, как и все остальные, и не факт, что они еще заиграют. Заиграют, заиграют, обязательно заиграют. Надо только верить, надо только... давать им игровое время. Они уже хорошие футболисты, по крайней мере те, кого называют, да, Бека-Бека, Раскин и другие. Они уже хорошие футболисты. Да, это не те, которые вот здесь и сейчас Бариус. Но через год, через полтора, они могут стать Бариусами. Но нам не придется за них платить такое большое количество денег. И кроме того, они при этом еще будут оставаться достаточно молодыми, чтобы их продать за 20-25 миллионов евро. Но уже сейчас они будут давать качество. Гаррет в Краснодаре, эпидемия короны. Ну, удачи им. На теме магии я уже в чате шутил, но если серьезно, то молодой ЦЗ, крепкий середняк по уровню, но такого будет спрос, если в Европе хорошо светанется. Дай бог, но я не думаю, что Макеев проблема в том, что он не особо яркий. Да, то есть Макеев просто выполняет хорошую функцию на поле. Такие футболисты нужны, но он не особо яркий. А замечают ярких футболистов. Людей, которые забивают. Людей, которые в каких-то божественных подкатах несутся и спасают. Вот это все. Но то, что на Макеева будет спрос, я уверен. Просто нужно ли самому Макееву уходить в те команды, из которых будет спрос. Да, там какой-нибудь Дженуа. Макеев в Дженуа, я думаю, что без проблем мог бы уйти. Но, ну, условный Дженуа, да, середняк чемпионата Италии. Но нужно ли это самому Макееву? Насчет судейства уже говорили? Да, постоянно говорим насчет судейства. Мне кажется, что тема слегка перегрета. Ну, честно, я не очень хочу говорить про судейство. Оно бывает плохим, как в матче Локомотив ЦСКА. Оно бывает нормальным, как в сегодняшнем матче, по моему мнению. Оно бывает отличным, когда ты судью вообще не видишь. Да, нужно это принимать. Да, нужно обозначать, что вот против нас уже там 3-4 раза судьи конкретно ошибаются. Но говорить, обсуждать, что вот здесь такой момент, здесь сякой момент. А вот здесь вот он не поставил штрафной. А вот здесь он не заметил. А вот здесь он должен был удалять. А вот здесь пенальти поставить. Ну, это же скучно. Ну, это же, блин. Судейство это судейство. А что? Как будто мы можем что-то изменить в этом плане. Будет смешно, если по маге спрос будет выше по итогу сезона, чем по баре. Ну, так мага и моложе на 3 года. Всегда учитывайте возраст. Макееву 22 года. Или 20... Сколько он? 99-го года рождения. Да, 22 года. 22 года это хороший возраст для того, чтобы забирать игроков. Потому что они еще обучаются, ты их можешь чему-то научить. Баринову 25. В 25 ты уже приобретаешь полноценного футболиста. Приобретать полноценного футболиста из медленного чемпионата России... Риск очень опасно. Поэтому я думаю, что по баре спрос сейчас будет уже очень низким. Живоглядов в какой-то момент начали тупо игнорить. Даже жалко его стало. Тим, а пример Шамуродова разве не показатель? Вся Восточная Европа так развивается. Сначала в середняк Италии и Германии, а потом уже в топ-5. Да, но зачем? Мы прекрасно понимаем, зачем это нужно Шамуродову. Да, человеку из Узбекистана. Человеку, у которого на родине он не получит зарплаты. Человеку, у которого на родине нету футбола. Здесь, здесь Макеев играет в Локомотиве. Макеев уже играет в Лиге Чемпионов. Макеев уже имеет неплохой достаток и ему комфортно внутри России. Ему зачем уезжать в середняк? В надежде на то, что он засветится и попадет в Ювентус. Он не попадет в Ювентус. Ну, честно, да? Макеев при всей любви к Стасу ожидает, что Макеев попадет в топ-клуб. Нет. Но здесь он играет в Локомотиве, он играет в Лиге Чемпионов. А там он играет в Дженуа. И, ну, может быть, когда-нибудь в Лигу Конференций пробьется. Я не... ну, как бы каждый решает это для себя самостоятельно. Может быть, Макееву это нужно. И он хочет в Европу. Но я не могу осуждать тех игроков, которые понимают, что они не будут звездами в Европе. Что они уйдут, они столкнутся с огромным количеством сложностей. Они могут запороть себе карьеру этим. Да, как у нас Билли Лединов из Локомотива уехал звездой в Европу, поиграл пару лет и запорол себе этим карьеру. Ну... Было? Было. Так, может быть, не всегда это нужно. Но некоторым нужно, некоторые хотят. И это их право. Много по весне говорили, как будет играть Локомотив, если пропустят первым пять матчей подряд, теперь отыгрываемся, как будто сглазили. Это правда. При том, что с Арсеналом забили первыми, и здесь забили первыми, и оба раза офсайды. Из офсайдов отменили. Не уверен, что из России могут быть ценники 20+, если тут даже Азмуна торгуют за 15. Ну, за Сахаряна может быть ценник 20+, потому что это очень молодой футболист. И это как пластилин, из которого ты можешь вылепить очень классного футболиста дальше. Но если Сахаряну будет 23, он из России за 20+, уже не уедет. Так же, как и Азмун. Так же, как я и про Хвичу Кварасхелию говорю о том, что, ну, я не верю в ценник в 20 миллионов евро. Это человек, который на уровне чемпионата России что-то показывает. Но вот он вышел в Европе, и оказалось то, что не показывает, даже на уровне Ракова. Поэтому в ценнике 20+, за уже достаточно взрослых футболистов, а Азмун уже считается достаточно взрослым. Хотя и перспективно, да, там 15 миллионов евро, наверное, стоит. Хвича 15 миллионов евро, наверное, стоит. Вот. Ну, тяжело. Очень сложный матч для Карасева. Финал Челси-Вильяреал был проще. Да, я не знаю. У нас как-то очень перегрето отношение к судейству. Прям очень перегрето. У нас каждый раз зачем-то пытаются ошибки судейские под микроскопом разбирать. Но зачем? Зачем вы это делаете? Есть необъяснимые вещи, да? Тогда про них надо говорить. Это как Кукуян, который сначала показывает желтую карточку, потом идет Квару, показывает красную карточку Шейли, а потом ЭСК и КДК отменяют красную карточку. Про эти вещи надо разговаривать. А здесь разговаривать, дал желтую карточку или не дал на Кузяеве. Надо было удалять его в первом тайме на 45-й минуте или во втором тайме на 55-й. Пенальти дал правильно или дал неправильно, хотя там есть вар, и по факту, ну, оба пенальти точно совершенно имеют подоплеку под собой. Ну, зачем это обсуждать? Ну, было и было. Давайте обсуждать реально важные косяки судейские. Мы же постоянно, как Спартак, который прицепился к тому, попал мяч в руку Пабло или не попал, и давай пытаться найти на какой-нибудь 85-й камере вот этот вот повтор, на котором все-таки видно, что мяч попадает Пабло в руку. Ну, это же сумасшествие. Ну, это же правда. Ну, это просто идиотизм. Давайте мы этим не будем заниматься. Если бросается в глаза судейская ошибка, давайте о ней говорить. А если мы ее видим с 15-го повтора, ну, давайте все-таки как-то по-нормальному к судям относиться, которые люди и которые имеют право на ошибку. Кто мой любимый судья в российской премьер-лиге? Да, меня, не знаю, меня все московские судьи устраивают, кроме Матюнина. Карасев, безусловно, Карасеву безмерное уважение. И когда он судит наши матчи, у меня ноль вопросов. Сейчас появляются новые судьи. Паша Шадыханов, например, тоже классный парень. Посмотрим, каким он будет судьей на вот этом большом уровне. Но то, что я видел, мне нравилось у Паши Шадыханова. Есть еще кто-то? Я сейчас не вспомню. Почему живой вместо Сельянова? Для меня необъяснимая вещь. Я с этого начал. Для меня живоглядов вместо Сельянова – это самая необъяснимая вещь в этом матче. Потому что живоглядов не дал Локомотиву ничего. Не дал ни надежности сзади, ни живости впереди. Отсутствие Мурилы сыграло большую роль на угловых просто мрак. Ну, зенит на угловых ничего не создал. Мы создавали, мы скидывали, просто добивать было некому. Два раза мяч в одну и ту же точку пролетал, и каждый раз там не оказывалось нашего футболиста. Есть еще Сухой, в последнее время перестал радовать. Сухой – нет. Марк первый тайм бомбил невероятно. Да, было такое. Показывали, как он там руками себе лицо закрывает. А мне понравился первый тайм. Меня абсолютно первый тайм устроил. Угловые в первую очередь нужно уметь подавать, с этим у нас проблемы. Да выигрывали мы борьбу в воздухе. О чем вы? У нас были навесы с углового, когда мы выигрывали борьбу в воздухе, скидывали мяч. И в прошлых матчах мы эту скидку превращали в удар поворотом, а в этот раз на этой скидке просто никого не оказывалось. Ну, бывает такое. Но мы борьбу в воздухе мы выигрывали. Я думаю, что Крубин очень хорошо подготовился Райков. Знали, что Хвича лучше и стоит, как вся их команда. Ну и что, Хвич обыгрывал по 5 человек под страховкой и не работает все это. Так, ребят, спасибо. Посидели, полтора часа провели. Я думаю, что нормально. Тикнезиан разве подавал раньше? Сегодня взялся за это. Да, в ЦСКА Тикнезиан подавал угловые. Я думаю, что мы хорошо сегодня посидели. Обсудили Зенит 1-1. Очень важный матч у нас будет с Краснодаром. Не менее важный матч будет с Динамо. Я, честно говоря, думаю, что с Динамо нам будет чуть попроще, чем с Краснодаром. Но нужно вытащить матч с Краснодаром. Если мы одержим победу с Краснодаром, я скажу, что мы этот стартовый отрезок провели на хорошем уровне. Можем ли мы обыграть Краснодар? Да, можем. Краснодар отвратительно играет в обороне. У Краснодара огромное количество проблем. Краснодар забивает, но в основном на индивидуальном мастерстве, когда у них явное совершенно превосходство Кобела над каким-нибудь Сухановым. У нас все-таки такого не будет. Я надеюсь, что... Ну, опять же, у нас был плохой матч против Краснодара в прошлом году, но в целом против Краса мы играем достаточно нормально. Если победим, то окей. Фу. Все. Всем до новых встреч. Я думаю, что на следующей неделе меня освободили от стримов. И Спартак проиграл, и Сочи с Рубином проиграл. Но я думаю, что мы что-нибудь придумаем. И в среди недели тоже встретимся, посмотрим. Какой-нибудь из матчей сильно надолго вас бросать не буду. Так что пока и до новых встреч. А сейчас мы пойдем к Жем. Потому что, судя по всему, она начала свой стрим. Передавайте ей приветы. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok